Испытания в рамках чемпионата WorldSkills Russia продолжаются. Во вторник на разных площадках Ивановской области проходили соревнования по 14 компетенциям. Наша съемочная группа не смогла себе отказать возможности насладиться ароматами свежей выпечки и отправилась в Шуйский многопрофильный колледж. Шесть студентов демонстрировали здесь свои навыки в хлебопечении. Ну, конечно, мы все тут волнуемся, а так вроде мы все проходили это, все знаем, будем. Все делать. В первом заходе три участницы. Каждая должна приготовить два плетеных изделия и французские булочки-бриоши. 60 штук с начинками и без. Арсенал подручных средств и оборудования для всех конкурсантов одинаков. Печка, тестомес, расточный шкаф, весы, ну и, конечно, скалка. Эксперты оценивают организацию рабочего места и мастерство участниц. Основные рабочие приемы, чтобы они проводились, конечно, в чистоте, все-таки это хлебные изделия, которые потребитель в дальнейшем должен будет есть. И там не должно быть ничего лишнего, да. И, конечно, оценивается по критериям, что. У нас, например, если плетеные изделия, то оценивается плетение. Как оно сделано, сколько жгутов, как оно расстоялось, как было выпечено. То есть все вот эти критерии. Чтобы применить знания, полученные в колледже, нужно прежде всего справиться с волнением. Хлебобулочное искусство требует холодной головы и твердых рук. К сожалению, не получились бриоши, а половину, так как в расстойке, я их нечаянно опрокинула. Да, в основном остальное получилось все. Я считаю, что халы получились замечательные, очень красивые. Ну и, соответственно, психологическая подготовка относительно. То есть волновались? Да, очень, конечно. Результат конкурсантки узнают только через несколько дней. Свои оценки эксперты заносят в специальную систему, с помощью которой потом и определят победителя. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Шуя.